Всем привет! С вами Джоанна и Geekbrains. Канал, на котором вы сможете поближе познакомиться с десятком направлений от мобильной и веб-осработки до Big Data. На сайте Geekbrains мы периодически публикуем истории успеха наших учеников. Они рассказывают о том, как решили все бросить и начать работать в IT. Несмотря на то, что путь в новую профессию складывается у всех по-разному, новичков, как правило, одолевают множество страхов. Поэтому вместе с преподавателями Geek University мы собрали 5 советов о том, как их преодолеть и плавно влиться в IT-индустрию. Так что, если вы планируете поменять сферу деятельности, но пока боитесь новых испытаний, это видео для вас. А уже подкованных мастеров кода мы приглашаем дополнить наш список своими советами в комментариях. Поехали! Совет номер один. Забудьте о возрастных стереотипах. Самый сильный страх любого новичка в IT – это солидный возраст и недостаток знаний. Как говорят некоторые мои друзья, мне уже 35, куда мне в программисты. Да и высшую математику я не изучал. Вы, дорогие друзья, рано списываете себя со счетов. Ведь важным фактором при приеме на работу является не только профессиональный, но и жизненный опыт. Кроме того, как показывает практика, многие люди только к 30 годам понимают, чем хотят заниматься профессионально. Поэтому решительно заявляю, в индустрию можно прийти в любом возрасте. А вот еще один аргумент. Чтобы начать программировать, не обязательно быть математическим гением. Достаточно знать логику и математику в пределах школьной программы. Остальное наверстайте. Не верите? Вот вам еще одно доказательство. История выпускника Geek University, который рискнул юридической карьеры ради андроид-разработки. О том, как у него это получилось, узнаете по ссылке в описании. Совет номер два. Поймите, что вам интересно и составьте план обучения. Прежде всего, определитесь с будущей профессией. Чего вы хотите? Управлять проектами или писать код? А может, тестировать продукты команды разработки? Познакомиться с профессиями будущего можно на нашем канале, где мы подробно разбираем востребованные IT-направления. Ссылка на плейлист в описании. Если вы решили стать программистом, выберите свой язык. Начать кодить можно, например, на Python. Он простой в обучении. Только не пишите код в блокноте. Изучите современные среды разработки. Пожалуй, самое главное — это задать правильный темп обучения. Если тяга к знаниям бьет через край, запишитесь на шестимесячный интенсив. А если вы планируете вливаться в тусовку постепенно, выбирайте обучение на год. И еще небольшое дополнение к процессу обучения. Количество книг, которые вы читаете, никак не влияет на скорость обучаемости. На первых этапах достаточно всего одной профильной книги для освоения базы. Совет номер три покажется банальным, но не всем очевидным. Обязательно позаботьтесь о финансовой подушке. Как вы уже поняли, чтобы попасть в IT, нужно как минимум обучиться профессии. В онлайн-университете или самостоятельно дома — это решать уже вам. Вы можете учиться в спокойном режиме и проходить курсы после рабочего дня и по выходным. Или взять быка за рога и полностью погрузиться в освоение новых скиллов. Для такого интенсивного обучения, скорее всего, придется попрощаться со своим боссом и сосредоточиться на получении новых знаний. Так что насчет подушки, спросите вы? Честно говоря, наше мнение с преподавателями разделились. Я, как настоящий прагматик, подготовила бы сбережения, уволилась с нелюбимой работы и полностью погрузилась бы в обучение. Для таких амбициозных целей и нужна финансовая подушка. Если вы разделяете эту позицию, еще до начала выбора курсов, попробуйте понять, сколько будут платить на будущей работе. Это нормально, если позиция джуна не позволит сохранить привычный заработок. В этом поможет простой учет доходов и расходов, а также формирование краткосрочных и долгосрочных целей. Планировать финансы можно в заметках, приложениях или таблицах. Я, например, пользуюсь удобной Excel-таблицей Анастасии Тарасовой, автор книги «Сам себе финансист». Начните с нее или создайте свой шаблон. Главное, не забывайте о том, почему вы решили изменить вектор в развитии и прийти в мир технологий. Но есть и другой путь. ДК направления Python Алексей Петренко считает, что не стоит ставить крест на прошлом ради IT. Начните учиться, программируйте, посетите пару собеседований. После этого можно покидать старую работу, но если вы собрались менять жизнь, меняйте полностью, вплоть до переезда в Силиконовую долину. Так кто же прав? Поделитесь в комментариях своим мнением. Совет номер четыре. Начните искать работу вовремя. Не ждите окончания обучения, а начинайте просматривать открытые позиции хотя бы после 70% прослушанного курса. К чему такая спешка? Во-первых, стоит сходить на несколько собеседований для практики. За это время вы успеете понять ожидания чар-специалистов и смело заявить о себе. И, кстати, на IT-собеседованиях обычно не нужен строгий дресс-код. В редких случаях это специально обговаривается вакансией. Во-вторых, знания не будут выветриваться. Если вас просят что-нибудь непонятное на очередном собеседовании, вы сможете узнать ответ у преподавателя. Консультация с одногруппниками-учителями поможет и на этапе создания своего собственного проекта, или, как его еще называют, Pet Project. Работа над своим проектом позволит использовать полученные знания на практике еще до приема на работу и заметно повысит ваши шансы на job-офер. Не забывайте о главном. Если не получается устроиться на работу сразу, ищите стажировку. После ее завершения можете рассчитывать на позицию джуниор в этой или другой компании. Совет номер пять для тех, кто боится буллинга и отсутствия поддержки будущих коллег. Да, часть ребят в сообществе еще с появления в их жизни интернета знали о своем призвании. Они горят новыми проектами и желанием завоевать Кремниевую долину. Но многие, как возможно и вы, отказались от карьеры бухгалтера, юриста, дизайнера или даже управляющего крупной компанией в пользу кодинга. Это не делает вас хуже, наоборот, подчеркивает вашу смелость и желание развиваться. В любом деле найдутся более опытные специалисты или всезнайки. Но в целом айтишники очень дружелюбные и внимательные к подающим надежды джунам. Вы и сами не заметите, как начнете ездить на конференции вместе с новыми приятелями. В общем, не теряйте мотивацию к развитию и за мнение окружающих. Заручитесь поддержкой близких и смело идите к цели. Давайте подведем итоги. Вот они, советы для новичков, штурмующих IT. Забудьте о возрастных стереотипах. Поймите, что вам интересно и составьте план обучения. Позаботьтесь о финансовой подушке, если нужно. Начните искать работу вовремя и не бойтесь сообщества. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. А пока вы, мои начинающие волшебники кодинга, переваривайте эту информацию, сделайте вашу первую инвестицию в светлое будущее. Кликайте на кнопку подписаться и поделитесь в комментариях, к какому направлению IT вы уже начали присматриваться. С вами была Джуана. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!